Добрый вечер! В этом видео я продолжаю вас знакомиться с своей коллекцией «Унесенные ветром». На это Рождество мне подарили игру «Унесенные ветром». Она в этой коробочке. Давайте посмотрим, что находится внутри. Это красиво иллюстрированная игральная доска. Шесть фигур персонажей. Игральные карты с правилами игры в восьми различных вариантах. Валюта «Унесенные ветром». Внутриигровые карты. И кубик. Это игра 1993 года выпуска. Такую классную игру «Унесенные ветром» мне подарили. Я вам уже показывала елочные украшения от Халмарк, которые я получила в прошлой посылке. Некоторые из них были музыкальные. Я вам их включала и показывала видео с этой коллекцией, которые были приобретены раньше. Для тех, кто не смотрел, ссылочки на эти два видео я оставлю под этим видео. А теперь давайте посмотрим на те музыкальные елочные украшения, которые я вам еще не включала. И послушаем их магию звука. Итак, начнем. Их пять. Скарлит и Ред. Действие происходит в библиотеке. Скарлит надеется, что, переговорив с Эшли, она заставит его изменить свои решения. Но, увы, все ее планы идут прахом. Эшли уходит из библиотеки и Скарлит в ярости бросает вазу в стену над диваном. А на этом диване дремал Ред Батли, который стал свидетелем их разговора. Высота этого елочного украшения 10,5 сантиметров. Оно 2012 года выпуска. Давайте послушаем, что происходит дальше. Скарлит и Ред Батли приходит в гости к Скарлит и дарит ей модную зеленую шляпку из Парижа, которая под свет ее глаз. Высота этого елочного украшения 10 сантиметров. Оно 2011 года выпуска. Сейчас я включу и мы послушаем диалог, который играет. Скарлит и Ред. Сцена в тюрьме. Скарлит приезжает к Реду Батли в тюрьму, делает вид, что у нее все хорошо и прекрасно. Пускает в ход все свое очарование, чтобы Ред дал ей необходимую сумму для спасения Тары. Высота этого елочного украшения 12 сантиметров. Оно 2007 года выпуска. Давайте послушаем фрагменты с фильма и посмотрим, как Скарлит демонстрирует Реду свой шикарный наряд. Скарлит и Ред на лестнице. Ах, какая страсть! Мы помним эту сцену из фильма, когда Ред подхватывает на руки сопротивляющийся Скарлит и несет ее в спальню. Высота этого елочного украшения 11 с половиной сантиметров. Оно 2014 года выпуска. Играет Тима Тара. Сейчас послушаем. Скарлит и Ред на лестнице. Ред. Прощальная сцена. Ред уходит от Скарлит. И никакие слова нашей героини не сдают его изменить свое решение. Высота этого елочного украшения 12 сантиметров. Оно 2009 года выпуска. Играет фрагмент из фильма. Давайте послушаем их диалог. Елочного украшения. Ред! Ред! Где ты идешь? Я идешь в Чарлитон. Я хочу посмотреть, если в любом случае нет ничего в жизни. Чарлит и грейс. Ты знаешь, что я говорю? Я только знаю, что я люблю тебя. Но это твоя мастерская. О, Ред! Ред! Если ты идешь, где я должен идти? Что я должен делать? Ну вот, я вас и познакомила со всей своей коллекцией елочных украшений, посвященной фильму «Унесенное ветром». Сейчас я вам покажу коллекционные открытки, посвященную фильму «Унесенное ветром». Их 90. Каждая открытка присвоен свой номер. На одной стороне изображена сцена из фильма, а на обратной – персонаж и цитата из книги. Первая открытка содержит список актеров и их ролей в фильме. А последняя содержит список сцен из фильма, которые изображены на открытках. Эта серия была выпущена в 1996 году. А это колода сувенирных игральных карт с кадрами из фильма «Унесенные ветром». Их 54 штуки. Ну что ж, давайте посмотрим. С одной стороны они выглядят так. А с другой – так. И на нас сейчас с вами смотрит эта очаровательная Скарлетт. На днях моя коллекция пополнилась двумя куклами Скарлетт от Д. Гастини. Эти Скарлетт из коллекции «Дамы эпохи» – героини любимых книг. Первый выпуск. Он сейчас продается в киосках Белсоюз Печать. В январе прошлого года эта коллекция фарфоровых кукол вышла в России. Как же я могла устоять и не приобрести эту героиню? Из России под заказ мне привезли трех Скарлетт. Одну из них я вам покажу в этом видео. А сейчас давайте посмотрим, какие куколки мне купили. Итак, первое. Расправим ее чудесное платье. Мы видим, что кукла создана по образу и подобию героини фильма. Она надета в платье с нежно-зелено-цветочным рисунком. На голове у нее соломенная шляпа с широкими полями, завязанная эффектным бантом. В руке Скарлетт держит корзинку для пикника. И в этом чудесном наряде Скарлетт появляется в поместье Уилксов. Она выглядит так ослепительно, что все мужчины бьются вокруг нее. В целом, куколка хороша. Но что мне не понравилось? То, что соломенная шляпа приклеена к голове. Очень жаль, что она не снимается. Также приклеена верхняя часть платья к кукле. И это пустая корзинка, которую стоило бы чем-нибудь дополнить. К примеру, цветами. Как это сделала я. Конечно же, с актрисой Вивинли, сыгравшей роль Скарлетт, и с самой куклой нет никакой схожести. Несмотря на то, что я собираю кукол известных авторов, но пройти мимо этой героини А.Д.Агостини я не смогла. Вот моя вторая Скарлетт. Высота куколок 20 см, но эта Скарлетт выше за счет подставочки. Личико у нее немножко отличается от первой. И я пока для себя не решила, какая кукла из двух мне нравится больше. А это моя третья Скарлетт, которая приехала из России. Она у меня самая любимая. Над ее образами немножко поработала и дополнила. Теперь у Скарлетт есть серьги, ожерелье, шар, зонтик. Верх платья я украсила маленькими бантиками. И у Скарлетт теперь есть еще и панталоны. Но показывать я их не буду, чтобы не смущать нашу героину. Такое нам не больше нравится. Над этими двумя Скарлетт я немножко поработаю. Доработаю их образ и в одном из видео я покажу, какие они мне в итоге получились. Вы можете задаться вопросом. Зачем мне такое количество одинаковых Скарлетт? Отвечаю. Возможно, я кому-нибудь подарю куклу. Или обменяю на что-то. Время покажет. Цена на этих кукол Скарлетт смешная. Всего лишь 9 рублей 90 копеек на наши. Поэтому я и соблазнилась на покупку. Те куклы, которые мы заказывали из России. Одна Скарлетт стоила 660 рублей российскими. А за две остальных мы платили 1200 рублей российскими. Но я не помню, в эту сумму входила стоимость пересылки или нет. Кукла была упакована в коробочку. Прилагался такой сертификат качества к каждой кукле. Журнал. На этой странице нас знакомы с главной героиней Скарлетт Ахара. И с автором романа Маргарет Митчелл. А тут уже с самой куклой и идет описание ее костюма. Еще прилагался такой буклет с фотографиями куклы. Одну страницу я вам покажу. Вкладыш. И еще один вкладыш. Можно оформить подписку. Вот такие очаровательные куклы Скарлетт появились в моей коллекции. У меня в коллекции есть две кружки хамелеон. В холодном состоянии при комнатной температуре. Одна имеет черный цвет, другая синий. Но стоит налить в них горячую жидкость, и за несколько секунд на кружках появляется изображение. Когда жидкость остывает, изображение исчезает. Итак, удовлетворяем это любопытство. Ужидкость. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И с заключением я хочу вам показать, какой подарок мне подарили на прошлое Рождество. Это Скарлетт с Эшли от Сан-Франциско. Высота фигурки 26 см. Мы помним эту сцену из фильма, когда Скарлетт едет на лесопилку перед днем рождения Эшли, чтобы задержать именинника. И Мэйла не успела закончить приготовление к празднику. Скарлетт и Эшли разговаривают, вспоминают прошлое. Чтобы успокоиться и поддержать Скарлетт, Эшли по-дружески ее обнимает. Фигурка музыкальная. Давайте послушаем, как играет. Ну на этом все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok